заказал аккумуляторы для фонарика аккумуляторы большие такие как на ноутбуке стоят обрезаем поклону в коробочке аккумуляторы заказал panasonic что пришло какой код в мешке вроде по виду то что надо аккумуляторы литий-ионные надо посмотреть дату изготовления она выдавлена внимательно рассмотрю носик у него такой и задница такая то есть попка такая аккумуляторе 18650 в так ладно посмотрим другую тоже такой же смотрим качество такой же что же на запас один взял убрал пару потому что кто его знает что с одним может произойти зарядим потом посмотрим что покажет при разряде у него заявлено сколько посмотреть какая емкость заявлено так посмотрим дальше какие будут навес напряжение промере предварительно и пройдут заряд разряд посмотрим заявленную емкость соответствует она или нет и так взвесим эти аккумуляторы так первый аккумулятор 45 и 7 грамм и второй аккумулятор 45 и 6 ну почти 7 45 и 7 грамм весит вот такой вес у них измеряем напряжение измеряем напряжение на этих литий-ионных аккумуляторов так проверяем первый аккумулятор какое напряжение так смотрим 352 3527 3528 так второй аккумулятор 3527 почти одинаковый вровень с этим с первым 3527 одинаково два аккумулятора имеют одинаково почти напряжение вот этим и отличаются качественные аккумуляторы хорошие особенно которые произведены в японии модель япон джапан у них напряжение почти у всех одинаковое даже сотых и в тысячных долях напряжение ну что показано даже вот здесь вот еще раз промерю смотрите 3527 даже в тысячных долях напряжение одинаковое 3527 так что я думаю должны работать отлично ладно померяем емкость какая у них емкость будет при разряде тогда будет все ясно так ладно все посмотрим что будет дальше проведем испытания литий-ионных аккумуляторов panasonic на зарядном устройстве литокала ли 500 проведем цикл заряд разряд и посмотрим какая все таки емкость у этих аккумуляторов они предварительно были заряжены процентов на 30 заводом-изготовителем и емкость которую они должны показать или заявленная производителем 3400 миллиампер часов ну что установим зарядное устройство литокала ли 500 и проверим заявленную емкость при разряде сейчас подзарядиться чуть-чуть и увидим какая у них реальная емкость подключаем блок питания зарядном устройстве литокала и устанавливаем нор тест ток заряда 1000 миллиампер так проверяем 1 2 аккумулятор так вроде пошло процесс сопротивление правда что-то показывает неправильно на втором 19 миллион здесь 41 миллион ничего посмотрим как пойдет как пройдет процесс разряда тогда увидим реальную емкость этих аккумуляторов они предварительно заряжены напряжение на первом 42 на втором тоже 42 подождем окончания процесса разрядки так все отключаю результат увидим позже и так пошел процесс разряда аккумуляторной батареи так 1 2 дождемся окончания разряда аккумулятора завершилась разрядка аккумулятора первый аккумулятор показал емкость 3284 второй аккумулятор показал 3329 миллиампер часов такая емкость у этих литий-ионных аккумуляторов это первый цикл в принципе нормально я так и ожидал думал где-то 3 200 3 300 будет так что аккумулятор и хорошая может еще и подтянутся к 3 400 как заявлено производителем аккумуляторы показали но вполне нормальный результат один три тысячи двести чем-то другой три тысячи триста с чем-то ну вполне нормальный результат чуть не дотянули до три тысячи четыреста так что я думаю нормально со времени может подтянутся аккумуляторы хорошая емкость тоже я думаю нормально я думал емкость будет до три тысячи двести так и рассчитывал ну так и получилось ну что аккумуляторы хорошие можно брать ну и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...